Приветствую вас. Я бы хотел сказать вам такую вещь, которая вам может показаться немного странной, необычной именно для вас. Быть может даже в некоторой степени чуждой, кощунственной, неестественной, неправильной и так далее. Значит, в чем моя мысль? Основная. Основная моя мысль в том, что до тех пор, пока вы будете воспринимать своих родных людей только как своих родных людей, то есть пока будете жалеть, пока будете там, я не знаю, потакать всем прихотям этих людей. Ну, например, вот вашего брата, допустим, и так далее. Пока это будет происходить, ну, человек не изменится никогда. В частности, ваш брат. А как бы, ну, зачем менять? Для чего менять? Все устраивает. И, в принципе, все как бы здорово, все хорошо, ну, вот, у него. Зачем? 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 Не пойму менять? Вы об этом, об этом старайтесь подумать. Вот. И помимо, вот, помимо того, что он ваш брат, да, постарайтесь видеть в нем еще человека. Вот. Знаете, брат он ваш только лишь, ну, на 20 процентов. Вот на 20 процентов, да, он ваш брат. А остальные 80 процентов, это мужчина, взрослый человек, личность, социальный индивид, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И если в нем этого не видеть, если в нем этого не признавать, и если человеку не давать возможности, грубо говоря, себя реализовывать в этих направлениях, то есть не давать ему себя почувствовать тем, о ком я говорю, то он и будет. Он и будет вот так себя вести. Потому что он знает, что вы всегда его примете. Он знает, что вы всегда его поддержите, поможете ему. Ну и так далее. Понимаете, в чем дело? Вот. Я не хочу вас обвинять, да, ни в чем, в таком. Но, на мой взгляд, вот должен это сказать, потому что это важно. Почему люди пьют? Ну, почему вот человек пьет? Почему вот мужчина начинает злоупотреблять алкоголем, например? Почему? Что дает алкоголь? Какое чувство дает алкоголь? Алкоголь дает чувство свободы, в первую очередь. Это именно чувство свободы. Да я могу. Да я достойный. Да я самостоятельный. Ну, например. Например. Как бы. Ох. Так и что мы имеем? По факту. Что мы имеем? Мы имеем дело с человеком, который всю жизнь чувствует себя не свободным. Под давлением. И это давление, в этом давлении он научился выживать. То есть. Ах. Какая разница. Ну, подумаешь там. Я могу там. Пить. Могу там что-то еще делать. Там оскорблять. Ах. Значит. Своих родных. А они все равно меня примут. Господи. Какая разница. Какая разница. Вот. Правда. И все. Все. То есть. Это как бы. Для человека. Своего рода. Когнитивная схема. Такое. Знаете. Подсознательная такая модель поведения. Для человека. И он. Этот человек. Так себя ведет. То есть. Он. В некоторой степени. Эээ. Жертва. Он. В некоторой степени. Эээ. Преследователь. Да. То есть. Он. Как бы. Преследует вас. Он вам. Выговарив. За то. Что вы такие. Плохие. Что вы такие. Вот. Виноваты. В чем-то. Да. Это правда. Ну. Вы. Не специально. Это делаете. Не специально. Это делаете. Понятно. Что. Эээ. Вы ему. Не желали. Эээ. Значит. Зла. Понятно. Что вы. Вы. Не хотели для него. Ничего плохого. Это понятно. Понятно. Что вас. Ээ. Да. Ну. Что вас. Ээ. 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 Ну. Воспитали. Да. Вот. В какой. Как бы. Модели. Ээ. 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 Эээ. 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 Ээээ. Эээ. Ээээ. в состоянии брата, да, дайте ему посчитывать себя уже, ну, кем-то другим, да, то есть, ну, более зрелым. И все. То есть разграничить все ответственности, или перестаньте делать скидку на то, что он брат ваш, он еще и человек, перестаньте его жалеть, потому что жалость это такое чувство, которое заставляет того, кого жалеет, да, чувствовать, что он как-то, ну, хуже, как-то, знаете, вот тот, кто жалеет, лучше, а тот, кого жалеет, хуже. Ну, это же, это же не так, это же неправильно, да, это же так не должно быть, вы его жалеете. И тем самым жалостью, вот тем самым своей жалостью, вы его, как бы, ну, я не сказал бы, что именно развращаете, да, это, наверное, такое сильно громкое слово. Скорее вы приучаете человека к тому, что он, там, ну, какой-то, знаете, недостойный, например. Недостойный, не имеющий возможности справиться со своими проблемами, да, и так далее. Вот такую мысль вы ему транслируете. И это, понятное дело, что не является чем-то хорошим и чем-то правильным для него, для этого человека. Потому что, ну, ему все-таки, ему все-таки нужно, чтобы вы в него верили. А вера, это некая такая, знаете, как бы сказать, вера, это свобода, да, то есть вы должны дать ему свободу, вам нужно, да, ему свободу, вам нужно, чтобы мужчина, чтобы человек и человек все-таки почувствовали себя, почувствовали, что он может, что у него есть потенциал, что у него есть сила, что у него есть возможности, что у него есть, как бы, он сам. Это мы, наверное, приучили. Как вы будете это делать? Я, честно, вам не скажу. Потому что, ну, у вас традиции, очевидно, что традиции довольно серьезные, довольно такие, ну, важные, вот, и есть вероятность, что вы от них, от этих традиций сразу не уйдете, и есть вероятность, что вы будете их придерживаться, и, да, и сразу уменять как-то ситуацию тяжело, и для человека драматично. Вот. Но, но, поймите, если вы пригибаетесь, если вы принижаетесь, то, жалея кого-то, да, жалея другого, вы тем самым делаете это уже для себя. Жалея кого-то, вы делаете это для себя. А этого делать не нужно. Потому что, как я уже сказал, шалость разращает. Ну, вы вот просто подумайте, да, вот подумайте, зачем человеку что-либо делать. Для чего человеку меняться, для чего человеку искать какую-то работу, например. Зачем? Ну, а есть вы. Зачем ему что-то делать? Дайте ему мотив. Дайте ему стимул. И вот тогда уже посмотрите, что с ним будет, что с ним произойдет. Вот. И отдельно, отдельно подумайте о том, что произойдет, что произойдет для вас, например, плохого. Если вы позволите ему, например, сказать по мне, ну, саним по мне, допустим. Ну, и что? Вам-то что с этого? Вам-то конкретно, вот что вам? Позвольте человеку быть собой, а себе собой. Границы ответственности установите как можно, как нельзя. Если он с вами, он должен соблюдать ваши правила. Если он не хочет соблюдать ваши правила, он не с вами. Какая семья? О какой семье речь идет? К сожалению, семья, она только в вашем воображении есть. И все. Больше семьи, как бы, нет. Потому что обычно все-таки семья, она, ну, знаете, по-другому проявляется. Как бы. Вот. Обычно семья, она тогда семья. Семья, она тогда семья. когда люди придерживаются каких-то вот конкретных правил, общих для их, для всех. У вас правила разные, как бы, цели тоже разные, поэтому вы не семья. Простите, Павел. Либо вы вовлекаете человека в семью, то есть говорите, что ему нужно делать для того, чтобы быть частью семьи, либо вы выставляете его, как бы, за пределы семьи. Ну, по сути, так, как выступают с преступником. Как бы. Вот. Скажете, это плохо, скажете, это не гуманно, я скажу, это нормально. Либо вы сможете принять эту истину, и у вас что-то поменяется, причем именно вы, а то ваша мама, она одобрять этого не будет. И папа, скорее всего, тоже одобрять этого не будет. Вот. Потому что, ну, все-таки, как бы, взгляды-то у вас разные. То есть, ну, у ваших родителей, я более чем уверен. Вот. Так что, думайте. 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 А, значит, думайте. В этом все. Надеюсь, помог вам, если у вас остались вопросы. Пишите в личку, в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею